Ровно шесть лет назад, 2 марта 2016 года, в Тверской области произошло важнейшее политическое событие, определившее вектор развития региона на ближайшие годы. Президент России Владимир Путин принял решение доверить управлению Верхневолжьем Игорю Рудене. О том, как сложились минувшие шесть лет для Тверской области, в материале нашего корреспондента. За прошедшие шесть лет регион выстроил четкую траекторию развития. Стиль руководства Игоря Рудене достаточно жесткий, с повышенной требовательностью к процессу и результату труда. Сразу и навсегда привел управленческую систему региона в напряженное и деятельное волнение. Постепенно федеральные подходы к решению вопросов стали внедряться в практику региональной и муниципальной власти. Под этим подразумевается, прежде всего, комплексная и тщательная проработка каждого областного проекта, расширение горизонтов планирования, тщательный контроль на всех этапах реализации. Глава региона держит на личном контроле все ключевые вопросы развития региона. Такой подход позволил сформировать систему, в которой персональная ответственность команды и каждого участника в цепочке принятия решений многократно возросла. Введем еще оценку деятельности не только глав администрации, но и их заместителей по направлению. Если в течение года ничего не происходит, то это уже будет необходимость обратить на это дополнительное внимание, а чем там занимаются эти руководители и вообще соответствуют ли они поставленным задачам. В итоге это позволило сделать флагманскими, хорошо проработанными и успешными такие важные для региона проекты, как приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных дорог, развитие инвестиционной инфраструктуры, внедрение новой модели пассажирских перевозок, централизацию работы скорой медицинской помощи. Возникает уже профессиональный коллектив, система мотивации, форма, новый автотранспорт, ремонтируются сами офисы, так называемые подстанции, где скорая помощь базируется, коллективы. Отличительной чертой работы действующего губернатора и его команды стала широкая федеральная поддержка региональных инициатив. Наверное, самый яркий пример — это начало строительства западного моста в Твери, необходимость которого для транспортной системы областного центра обсуждалась еще с советских времен. А на практике проект пролоббировал и реализует именно Игорь Руденя. Кроме того, упомянутая выше новая модель пассажирских перевозок получила поддержку для пилотного запуска именно в Тверской области. И сейчас наш положительный опыт перенимают другие регионы. В Твери строится первый в России цифровой военкомат. Все у нас движется в намеченном направлении и планируется уже открытие военкомата к весеннему призыву 2022 года. Тверская область за эти годы определила собственный путь развития, двигаясь при этом по федеральной орбите. Так, открытый с участием президента Ржевский мемориал советскому солдату стал не только еще одним символом мужества поколения победителей, славы защитников Отечества, но и знаком исторической преемственности главного принципа, на котором держится наша государственность — беззаветной преданности и любви к Родине. Не случайно именно у подножия Ржевского мемориала президент России Владимир Путин обращался к гражданам страны накануне голосования об одобрении поправок в Конституцию Российской Федерации. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью подотчетной общества. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких. Сегодня Тверская область — современный регион, в котором строятся больницы, школы и детские сады. Реализуются крупные проекты в дорожной сфере, туризме, сельском хозяйстве, лесной отрасли, транспортном машиностроении. Система выверенных решений позволила Верхней Волжью сохранить устойчивость экономики и социальной сферы в период пандемии коронавируса. И, пожалуй, именно в последние годы по инициативе Игоря Рудени на высшую ступень пьедестала тверских приоритетов поднялись вопросы демографии и разносторонней поддержки семей с детьми. «Большая семья» — тверская традиция. Больше не лозунг, а руководство к действию при объемной поддержке региональной власти. Это неплохой результат на старте седьмого года Игоря Рудени в Тверской области.